Язык был не прочь поболтать. Обладал целыми сведениями и отнюдь не нордическим темпераментом. Он глотал слова и завивался, придавленный коленом старшего лейтенанта Шубина, активно не хотел умирать. И мог бы говорить часами, но время поджимало. Последние слова пленного унтер-офицера были о том, что у него большая семья в Штутгарте. До войны он трудился на сборочном конвейере завода «Порше», то есть является рабочим человеком. Однако слияние пролетариев двух стран в этот поздний час разведчики не планировали. Глеб убрал колено, пленник воспрянул духом, но в следующий миг Завадский перерезал ему горло, и оба поспешили убраться, чтобы их не обрызгало кровью. Организирующее тело они оттащили в кусты, добавили к двум другим и с чувством покурили. Каждый перекур казался им даром божьим. Другого быть и не могло. Ночной патруль оказался кстати. У кого еще спросить дорогу? Над головой в разрывах листвы виднелось небо, усеянное звездами. Местность в районе была сложной. Леса, болота, непроглядные заросли. Дороги и открытые пространства практически отсутствовали. В сумраке выделялись размытые фигуры в мешковатых комбинезонах. На задание со старшим лейтенантом отправились пятеро. Курили бойцы быстро, пряча огонечки в кулаки. — Правильно идем, товарищи, — прошептал Шубин. Господин унтер-офицер был уверен в том, что интересующая нас батарея расположена между деревнями Листвянка и Приютово, в трех верстах от нас. Верить ему на слово мы, понятно, не будем. Прогуляемся, чтобы убедиться. Идем в колонну по одному, дистанция три метра. Глинский с рацией сзади. Патруль немцы хватится, но найдут не скоро. Время у нас есть. Обратно пойдем другой дорогой. Докуриваем и вперед. Подчиненные молчали и сосредоточенно дымили. Звуки канонады нарастали, потом отдалялись. Разведчикам казалось, что орудия бьют со всех сторон. Иногда в раскат орудийного грома вплетался рев авиационных моторов. Ожесточенное сражение шло в десяти верстах, не прекращаясь ни днем, ни ночью. Вескровленная вторая ударная армия предпринимала отчаянные попытки вырваться из кокла. Смазанные тени скользили по ночному лесу. Пыхтел Лева Глинский. Тащил на закорках радиостанции с радиусом действия полтора десятка километров. Бойцы двигались по верхам. Болотистый низин оставляли в стороне. Грустный опыт у них уже имелся. Никита Костромин до сих пор не мог прийти в себя, ощупывая стоящий колом комбинезон, и шептал что-то вроде молитвы. Три часа назад он ушел в трясину по горло. Схватиться было не за что, дыхание перехватило. Если бы Ленька Пастухов вовремя не обернулся, то парня уже не было бы на свете. Товарищи над ним даже не подтрунивали. Натерпелся, чуть глаза из орбит не вылезли. Лес уплотнялся. Разведчики преодолевали баррикады из сушняка и бурелома. В стороне гудели моторы. Там шла танковая колонна вермахта. Немцы стянули в этот район огромные силы, не выпускали из котла окруженные войска. Лающая немецкая речь больно ударила по ушам. Разведчики рассыпались по траве, затаили дыхание. Красноармеец боровик не нашел, куда упасть. Пришел за деревом. Неподалеку находилась опушка. Там стояло крупное подразделение вермахта. Разносились команды младших командиров. Бряцал металл, переговаривались люди. Войска противника находились в повышенной готовности. В любую минуту могли перекрыть брешь. Потери немецкое командование не смущали. Красноармия в эти трагические дни теряла больше. Разведчики слились с местностью, замерли. Завозился Глинский. Рация на горбушке причиняла ему болезненные неудобства. Завозки шикнул на товарища, и Лео замер. Тени покачивались за деревьями. Солдаты месили сапогами податливую глину. Несколько человек шли по лесу, и под ногами у них трещали и ломались сырые ветки. Кто-то оступился, вырвался. Другой засмеялся, мол, что, Курт, русская земля уже не держит. Третий предположил, что ничего ужасного до завтрашнего обеда не произойдет. Русские снова полезут в прорыв по горам своих трупов. Артиллерия их будет методично избивать, добегут считанные единицы. И пехоте не придется напрягаться, чтобы отразить эту атаку. Почему эти русские так просто отдают свои жизни, причем не только рядовые, но и командиры? Чем их не устраивает, например, сытый германский плен? Шубин стиснул зубы. Русские солдаты в этих проклятых болотах у мясного бора гибли тысячами, и немцы не могли понять, зачем они это делали. Лежать разведчикам пришлось долго. Фрицы уходили с инцой, никуда не спеша. Когда шум затих, группа пришла в движение, но вскоре уперлась в непреодолимую преграду из брелома и колючих веток. Турмовать эти залежи можно было до утра. Шубин рискнул вывести людей на опушку. Немцы ушли оттуда, там никого не осталось. Дымились недогоревшие кострища, валялись обрывки бинтов, упаковки от еды, пустые сигаретные пачки. Несколько минут группа рискованно маячила на юру, потом опять растворилась в лесу. Невдалеке пролегала проселочная дорога до деревни Листвянка. Согласно вводным данным, все ее жители ушли с отступившими советскими войсками. От соседнего приюта вот три недели назад остались одни головешки. Спасибо мунтер-офицеру, даже неловко, что пришлось убить его. Маршрут, описанный им, оказался верным. Прогулка через тернии не пропала даром. Подумал Глеб. Собаки теперь лаяли на всю округу. Этот квадрат местности почему-то охранялся, как ставка Гитлера. Боровик, идущий в авангарде, широкоплечий, исполнительный, но временами туго соображающий, провалился в траву, а прямо перед ним грозно залаяла овчарка. Она рвалась с поводка, тянула за собой солдата, явно почуяла чужака. Боровик энергично отползал к кромке леса. Подбежали еще два фрица, всматривались в темноту. Лезть в растительное месиво им как-то не хотелось. Зажегся фонарь, холодный луч забегал по кустам и деревьям. Что там, корт? Не знаю, собака взбесилась. Простучала автоматная очередь, расшвыряла ветки. Разведчики затаились, не подавали признаков жизни. Овчарка успокоилась, стала глухо ворчать. Очевидно, запах чужака смешался с пороховой гарью. Немцы решили, что все в порядке, ложная тревога. Это заяц, корт! Его почувствовала твоя псина! Здесь не могут появиться русские, им для этого не хватит ума! Солдата оттаскивала от леса собаку. Она, продолжая глухо рычать, трусила за своим хозяином. Голоса смолкли. — Боровик, ты живой? — прошептал Глеб. — Я-то живой, только рукав мне какой-то гад прострелил. Боец полз, тяжело отдываясь, явно впечатленный происшествием. — Чуть не выдал я всех нас, старший старший лейтенант. Виноват. — Знаете, мне тут на ум пришло. — Куда пришло? — не сдержался Ленька пастухов. Кто-то прояснул в темноте. — Да иди ты! — огрызнулся Боровик. — Серьезная охрана, — говорит арестаж-лейтенант. — Впереди большая поляна и цепь солдат. Хорошо, что они на открытом месте стоят, в лес боятся заходить. Эти вояки что-то важное охраняют, у них дорожки протоптаны. Курсируют зад-вперед. — Все назад, — скомандовал Шубин. — Обойдем квадрат, посмотрим, где можно просочиться. Через сосняк им пришлось передвигаться ползком. Немцы были повсюду, заунывно перекликались, не давали себе заснуть. Глинский с Боровиком получили ценные указания и остались в лесу. Все прочие погрузились во враг и двинулись по нему.